Всем привет! Думаю каждый из нас, приобретая новый смартфон, хочет, чтобы он на протяжении всего времени использования был такой же красивый, как и в первый день его покупки. Так как большинство современных смартфонов сделаны из крепкого стекла и металла, но все же данные материалы при небольшом усилии можно повредить. Чтобы уберечь наш смартфон от сколов или царапин, каждый из нас покупает сразу же защитный чехол, пленку или стекло. Но тут возникает следующий вопрос, как защитить смартфон не в ущерб его стильному дизайну? Хорошо, что на сегодняшний день есть большой выбор чехлов и стекол, которые легко и за недорого можно заказать из Китая. Я не стал исключением и также заказал из Китая для Samsung Galaxy A5 2017 года производства чехол и защитное стекло. Мой выбор пал на тонкий чехол от компании iPaki, которая славится качественной продукцией за вполне меняемые деньги. Чехол был доставлен в пенопластовом боксе и в розничном пакете с маркировкой модели смартфона. В нашем случае это Samsung A5 2017 года производства. Чехол сделан из пластика и резины, на ощупь резина приятная, не маркая и не очень скользкая. По всей площади чехла присутствуют небольшие глянцевые точки, которые формируют красивый узор и приятные тактильные ощущения. Боковая рамка сделана из прочного пластика и окрашена в серый цвет. Цвет рамки можно выбрать при заказе, а кнопка включения и кнопки громкости окрашены в зеркальный серебристый цвет. Установить телефон в чехол не составит большого труда. Для этого нужно поместить телефон в чехол, не вынимая пластиковую рамку чехла. И с небольшим усилием надавить по периметру корпуса аппарата, и он сам ляжет в чехол. Смартфон лежит в чехле как влитой, и при этом практически не увеличивает ее в размерах. Пластиковая рамка защищает аппарат от падений на пол с небольшой высоты, а резиновая накладка от царапин на задней крышке, так и частично передней кромки экрана. Кнопки нажимаются также четко и с небольшим усилием, как и без чехла. А внешний вид аппарата такой же привлекательный, как и раньше. Все отверстия в боковой рамке сделаны ровно и соответствуют отверстиям в корпусе. Также были заказаны два защитных стекла в цвет корпуса и передней панели смартфона. С каждым стеклом дополнительно в комплекте идут салфетки и липкие наклейки для установки стекла. Если попробовать изогнуть стекло, то оно немного поддается изгибу, но дальше тестировать его таким образом я не буду по понятным причинам. Думаю вы со мной согласитесь, что самое главное в стекле, чтобы оно было крепким, ровным и хорошо приклеивалось. За кадром я ранее приложил стекло к экрану смартфона, и все отверстия для сенсорных кнопок, также камеры и разговорного динамика с датчиками совпадают практически идеально. Вывод, такое стекло можно смело клеить. Как клеить стекло я вас учить не буду, но скажу как делаю это я. Многие пользователи при установке стекла выключают смартфон, я же это делать вам не рекомендую, по простой причине. При включенном экране подсветки сенсорных клавиш вам будет намного удобнее выровнять стекло. Также рекомендую выравнивать стекло не только относительно камеры и центральной клавиши, а в большой степени относительно сенсорных клавиш. В противном случае вам будет казаться, что стекло вы наклеили ровно, а как только загорятся сенсорные клавиши, вы увидите свою ошибку. Клеить стекло я буду классическим методом с использованием липкой ленты. Сначала ровно накладу защитное стекло, а потом его зафиксирую липкой лентой с правой стороны. Таким образом у нас получится некая дверца из стекла. В дальнейшем нам останется только отклеить защитную пленку от стекла и одним движением его наклеить. Данные действия желательно проводить в комнате, где нет пыли. А самое подходящее такое место в доме это ванная комната. Сильно не ругайтесь, но данное видео не о том, как клеить защитное стекло на смартфон. Потому сам процесс буду проводить без лишних глаз, что и вам рекомендую. Как вы видите, стекло поклеилось ровно. Все отверстия совпадают и само стекло практически незаметно, что оно есть. Выдает себе только окошко для логотипа компании. По моему мнению, я бы делал стекла с полностью закрашенной верхней частью, без таких вот дурацких прозрачных окошек. Если вы так же считаете, то ставьте палец вверх. Стекло приклеилось ровно, но все же в связи с тем, что корпус у Samsung A5 2017 года производства имеет очень плавные изгибы возле торцовой металлической рамки, небольшой зазор между защитным стеклом и передней панелью присутствует. Отклик сенсора по всему периметру экрана идеальный. 10 из 10. Скольжение пальцев, конечно же, не такое хорошее, как без стекла. Так как за свою цену, а это менее 2 доллара за стекло, о олеофобном покрытии даже речи не может идти. Думаю, многие из вас знают, что такие стекла приклеиваются к передней панели смартфона не по всей его площади, а только в тех местах, где нанесен клеевой состав. В данном случае вся площадь черной рамки. Прозрачная же часть стекла просто плотно прилегает к экрану. В связи с чем, под определенным углом центральной части экрана мы наблюдаем следующую картину. Как только увидел такой эффект, сразу вспомнил 7 класс урок физики. Оптические искажения, так называемые кольца Френеля. Но еще раз хочу сказать, что такой эффект наблюдается только при отключенном экране и под определенным углом. При ежедневном использовании вы вряд ли это будете замечать. Спасибо за просмотр этого видео. Удачных вам покупок. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых видео, друзья.